Завистью дьявола То есть как только у человека в сердце поселяется зависть, он в полном смысле, слово, служит дьяволу. Дело все в том, что зависть это не просто, когда мы желаем что-либо у ближнего. Если покопаться поглубже, зависть это по-настоящему вражда против Бога. Мы так или иначе, когда завидуем, мы подсознательно обвиняем Бога в том, что он несправедлив. Почему Господь Тамара Петровна дал грамоту на 30-летие нашего рыбного цеха, а мне, который работал 31 год, грамоту не дали? И вот я завидую этому, знаете, такому листу А4 в рамочке, который купили в гипермаркете за 50 рублей. И там написано почетная грамота Тамары Петровне, главной сотрудницы рыбного цеха. Вот как же так ей дали, а мне не дали? И почему вот Господь вот так такую справедливость не допускает? Так что почти всегда в основе зависти лежит ропот на Бога, что Бог несправедлив. Хочу при этом заметить, что Господь прям так и говорил, что тот, кто имеет, тому и прибавится. А тот, кто не имеет, я от того заберу то, что есть и то, что даже думает иметь. То есть, если вы не признаете, что в вашей жизни много есть чего хорошего, а постоянно живете чужой жизнью и завидуете, то тогда Господь вас и правда наказывает и забирает даже то, что есть. Поэтому человек, который ценит то, что имеет, благодарит за это Бога, он не только счастлив здесь, сейчас, но Господь ему и еще сверху дает. А если человек не ценит то, что имеет, а завидующий человек, он никогда не ценит то, что имеет. Если человек ропщет на Бога, то Господь в разумлении этому человеку, просто хотя бы исходя из такого принципа, что ценим только когда теряем, Господь забирает у человека даже то, что он имеет, и человек думает, ах, а ведь у меня тоже была грамота, только вручили мне на 20-летие рыбного цеха, а теперь мне нет грамоты, она сгорела, что же мне делать, как мне жить. Надеюсь, вы поняли, друзья мои, зависть — это прямое нарушение заповеди номер 10 Закона Божия, так что не нужно ничего желать того, что есть у ближнего, тем более, что даже если бы мы это получили, счастье бы нам этого никакого не дало. Счастье — это только тогда, когда ты ценишь то, что имеешь, и за это Бог благодаришь, чего я вам всем и желаю. Моги Господь. Продолжение следует...